Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. С проекта по собственному желанию ушла Маша Тулеева. Она улетает в Лос-Анджелес к своему ухажеру-иностранцу. На проекте состоялось очередное судебное заседание от одной из телезрительниц поступил иск. Ее петиция собрала много лайков на сайте Дома-2. Суд рассмотрел заявление на матерей кукушек, которые бросили своих детей и сидят на проекте. Это Саша Гозиас, Настя Волынец и Лена Босс. Но к ответу девушек призвать не удалось, суд принял позицию большинства и оправдал их. Костя Иванов пишет. Мое личное мнение, что мать должна быть с ребенком, да и отец тоже. Но к сожалению, обстоятельства, которые определяют нашу жизнь, не всегда оставляют нас рядом с нашими сокровищами. Глеб Жемчугов устал ухаживать за сыном. Как вы помните, у его жены Ольги реабилитационный период после операции по увеличению груди. Поэтому многие обязанности по уходу за ребенком взял на себя Глеб. Глеб хочет, чтобы у него было свое личное время, его нервы уже на пределе и все чаще он срывается на Оле. На лобном Глеб сказал, что пусть жена терпит. Он же предупреждал ее, что будет иногда срываться. Нанимать няню Глеб не хочет. Он никому не доверяет своего ребенка. Марина Африкантова и Ваня Барсиков были на свидании за периметром. Сейчас они очень дружны. Ваня ухаживает за Мариной, а Марина расцветает на глазах. Ее давно не видели такой веселой. Участники проекта пишут, что Марина не подпускает Ваню близко, потому что ждет возвращения Чуева. Есть и полностью противоположные слухи. Якобы Марина после свидания с Ваней за периметром пригласила его в гостиницу. Поклонники поинтересовались у Татьяны Владимировны Африкантовой, зачем она показала грудь Илье Яббарову. На это женщина заявила, что это наглая ложь, Яббаров все придумал. Он кричал, как ненормальный, что он что-то видел, а на самом деле она никому ничего не показывала. О новостях в Сейшел рассказывает Руслана Мишина. Дима Дмитренко с чего-то вдруг решил, что он хозяин острова, а его дама – королева. Очень смешно слушать его бестолковые речи. Но наше мнение другое, мы ржем над ребятами. Завтра будут испытания для хозяина острова. Также Руслана и Семен Фролов опубликовали фотографии с прогулки. Видно, что ребятам очень комфортно вместе. Саша Харитонова будет теперь работать диджеем на радио «Комсомольская правда». У девушки уже был первый эфир. Работу она хочет совмещать с проектом «Дом-2». Услышать Харитонову можно каждый день по будням с 7 до 11 утра. Ксения Бородина и Курбан Амаров провели порознь – день годовщины своей свадьбы. Ксения отправилась в загородный комплекс, где ее ждали подруги. Девушки сняли закрытый домик на территории ресторана и пробыли там до самого вечера. Мужа Ксении на застолье так и не дождались. Курбан же, судя по опубликованным в соцсетях видео, тоже отдыхал, но в обществе своего хорошего друга. Но на следующий день, как на странице Курбана, так и на странице Ксюши, появился снимок Курбана с его дочкой Тей. Значит, все же встреча состоялась. Несмотря на то, что бывшие участники проекта Николай Барановский и Оля Райская в интернете пишут о своем скором возвращении на телестройку – это не так. Продюсер «Дома-2» проверк эту информацию и заверил, что никто не собирается их возвращать обратно. Так что ребята просто пиарятся. Оля Райская сообщила, что она остается в Москве. Ей предложили хорошую должность арт-директора в столичном клубе, на которую девушка согласилась. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.